Друзья мои, всем привет! Вы снова на YouTube-канале Мусорщик, с вами Витёк на связи. Этот YouTube-канал про свалку, про людей, которые на ней живут, про всё то, что можно на ней найти, как это дело удачно продать и на этом немножко заработать. Тут также мы изучаем уже предметы СССР, предметы антиквариата, и всему этому учимся вместе с вами, создаём свой определённый круг друзей. А также, надеюсь, организовать объединение белорусских блогеров. Об этом я рассказывал в прошлом видеоролике. Но сегодня не об этом, сегодня я буду вам рассказывать про людей, которые живут на Минской городской свалке, их не истории. Как вы просили, я уже не ною, не зужую, не учу их жизни, а просто ищу новых персонажей, и когда понадобится помощь, я просто окажусь рядом. Сегодня история нового персонажа Дениса. Но перед этим я хочу вам порекомендовать, если вам мало моего контента, находок на свалке, такой же классный канал, как и мой, только российского парня. Он мой тёзка, Витёк. Витёк, привет! Канал называется «Хорошая свалка». Вот пару фрагментов, как он это делает. Всем рекомендую подписаться. Ссылочка в закреплённом комментарии. А потом перейдём к интервью с новым персонажем, жителей леса на Минской свалке Денисом. Приятного просмотра! Поставьте лайк, напишите комментарий. Не забудьте оформить подписочку на мой канал, поскольку 74% на 1% уже меньше смотрит вас мой ютуб-канал без подписки, а это немножко расстраивает. Вещь прикольная, конечно, но беспонтовая, естественно. А чего, 150 баксов? Ну, ребят, на разливах я не знаю. Смотрите, хер его знать. Как их там испытать, проверить. Всё покажу. Находочки мои, мои находочки, ещё находки я всегда. Вообще, всегда начинается беседа. Денис, привет! Да, привет. Привет. Мы с тобой знакомы уже много-много лет, так? Зовут сегодняшнего нашего персонажа Диона. Денис, сколько тебе уже лет? 39 будет 26 марта. Слушай, ты ненамного-то и старше меня. Ну, а как ты думал, блин? Хотя ты малолетка! Так, как Дору зовут? Наташа. Наташа, когда ты захочешь побеседовать, мы с тобой побеседуем. У тебя интересная борода, как будто бы ты стряхся где-то в барбершопе. Ты сам так побрился? Сам. Или растёт так? И растёт даже. И растёт? Тут нет. Вообще тут не растёт вообще. Прикольно. Слушай, ну если, наверное, посчитать, сколько мы с тобой знакомы ещё до твоей армии, так? Да. А в армию ты во сколько лет пошёл? Ой, бля, в 25. Ой, в 23. В 24. А нет, в 24. А в 25 я уже паспорт менял. Короче, мы с тобой больше десятка лет уже знакомы. Конечно. О, видишь как. Ещё со старой свалки, помнишь? Да. Помнишь, так? Слушай, и вот интересно, я надеюсь, что получится у нас с тобой беседа. Ты вообще помнишь, сколько лет ты ходил на старую свалку? С пятого класса. С пятого класса уже ходил на свалку? Да ты ветеран. Да. Вот, ну с кем мы были всё время. Ну, я один раз провалился, меня засували близко к обижану. Ничего себе. Слушай, я, может быть, что-то, ну, лишнее, не лишнее. Я помню, что было такое вот время, что вы жили у дяди Володи в Тростенце. Помнишь? Да. Помнишь? Да. А как вообще вот познакомился ты с дядей Володей? Через маму. Мама первая с ним познакомилась. Ну, а потом они начали сожительствовать. Да, ещё. Вот это был мужик, да? Вообще, мировой. Ну, конечно. Принимал любое вторсырьё. Вообще, просто классно. Так и ещё мы с ним на машине, когда ехали, блядь, у него крадут стекло, блин, он говорит, а всё равно мои бомжики обратно отдадут, нахуй. Вот так вот, видишь? Это было время хорошее, да, Дим? Да. И зарабатывали тогда хорошо. Ну, похер, что ты и должен, ему там не должен. Всё равно тебе давали деньги, что хочешь давали. Слушай, ну, мне кажется, и люди были здоровее, потому что, не знаю. Ну, а вот тут я вообще много кого не знаю. У нас остались считанные люди. Считанные. Из местных. И, ну, именно с того, вау. Игорь, Люся, кукушка. А сколько, сколько ты сейчас вообще вот живёшь уже здесь? Здесь? Да, на этом, ну, в этом лесу. Да, в этом полигоне. По времени. Так, это после армейки, так, раз, два, три. Блядь, уже, наверное, 4 года. 4 года. А ты после армии вообще где-то жил, работал? Ну, после армии. А где жил? В волевачах я работал. В волевачах. Ну, на коровнике, короче. А жил я в Залесе. Залесе. Да. А чего ушёл? Ну, блин, а зарплату мало давали, блин. Тут лучше? Ну, тут, блин, а как получается. Ну, тут ты можешь, и всё, и в шикаре, нахуй. Да, нормально. А вообще, жильё где-то осталось ещё у вас? У нас получилось как? Сестра выселила нас. То есть, осталась прописка. Твоя родная сестра? Да. Да ты что? Осталась только одна прописка, всё. У тебя? Я не имею права находиться дома. Ну, то есть, я могу прийти, там, например, свои вещи забрать. Это только 10 минут. А как так возможно? После 10 минут она имеет право вызывать ментов, и что я поехал. А как так возможно? Ну, блин, это то... Ты не можешь жить по месту прописки? Да. Да так не бывает. Получается, это... Два подъезда против меня. За меня только двоюродный брат пошёл. Больше у меня никого не было. Ну, я с юридической точки зрения не дам тебе никаких консультаций, так не знаю, мне кажется, так не бывает. Да и родная сестра, ну, почему, за что? Она мне не родная. А, не родная? Вот. Ну, да. Баська умер, а эти, блин, а как его... Чеки не остались. Что я платил за маму и за себя. Когда я уже учился в этом училище, я платил именно за маму и за себя. Ну, теперь ты живёшь тут в лесу. А теперь всё, пиздец. В лесу живёшь с мамой, да? Тяжело жить в лесу вообще? Ну, как тяжело? Мне нормально. Я уже привыкаю к сиюмам. Сколько ты лет? Я уже что-то... Я вроде задавал этот вопрос тут. Ну, уже четвертый год. Четыре года тут живёшь, да? Какие тяготы? Вот самое тяжело, что в лесу. У вас так интересно, я смотрю, что это такой, как овраг, да? Большой, то есть... Тут, в принципе, ветра нет, сильно не задувает, да? Заебись. Тёпненько. А зимой как? Ну, блядь, топлю. Печку? Ну, вон труба стоит, блядь. Нормально, да? Ну, а как жить? Да. Ну, я не мёрзну пока, да. Мне вообще классно. Мне нравится вообще лес. Как его зовут? Я забыл. Это Толик. Толик, Толик уже костёр распалил на чай. На чай нас ждёт. Ай, я чайник. А? Я сдалека. Горит бочечка. Всё. Толя ждёт гостей на чай. Молодец. Расскажи что-нибудь про жизнь в лесу вообще. Ай, ничего мне интересного. У меня умерла моя подруга, с которой я хотел расписаться. Толик знает. И Наташа знает. Умерла 31 декабря позапрошлого года, нахуй. А что случилось? А? Что случилось? 6,3 промилле, блядь, алкоголя. Сколько? 6,3. Разве такое бывает? Бля, бывает. Ну, я же тебе говорю. Вот 6,3. Алкогольное отравление, да? Да. Вот. А, 6,3? Да. Мне показалось, 63. Не, 6,3. Вот. И я, как бы, вообще, ничего не хочу. Я живу теперь сам по себе. День прошел, и девок не хочу. Никого уже не хочу. Мне, бля, что-то не фартит. Со всеми я или поругаюсь, или вообще пиздец. У тебя характер сложный, наверное. Может быть. День, а как проходит твой вот день? Вот ты с утра просыпаешься, с чего он начинается вообще? Как заканчивается? Можешь так чуть-чуть рассказать, вкратце хотя бы? Ну, утром поднимаюсь, чаю попью. Ну, костер палишь? Ну, княжку. А, у тебя печка. Гурубку палю. Так, гурубку. Вот. Все, чаю попил там с бутербродом или чем. Все, и пошел на вал. И целый день. Ну, у меня, бля, дохуя халту. Ну, их надо. Да? Стекло. Ну, песец, блядь. Ну, и вот так вот. И потом прихожу, блядь, как заебанная мать. Вот, я сейчас пришел. А хорошо зарабатываешь за день вообще? А? За день хорошо получается заработать? Ну, если не пить, да. Если не пить, хорошо подметил. Да. Пьешь каждый день? Не столько честно? Не, ну, как когда. Бывает и каждый день. Но я иногда торможу. Сейчас у меня 26 марта будет день. О! Это я буду отмечать по-любому. Заочно тебя поздравляем с днем рождения. Сколько? 40 лет? 39. А, 39 будет. Да. Я понял. Если 40 лет бы я не отмечал. Ну, только мог бы с мамой выпить. Все. Ну, ясно. Ну, считанным людям, если бы захотел налить, так налил. А, так нет. Сколько можешь за день выпить? Блин, ну... Какая-то есть такая норма, чтобы ноги домой пришли? Да. Это... Бывает под настроение. Ну, ноги, чтобы домой принесли. Сколько выпиваешь? Да. Под настроение, если. Можно, блядь, выпить бутылку и пизда не могу дойти. Ну, то есть, там, поспал трохи и пришел. А есть настроение, что могу и два. Два с половиной. Вот. Ты вообще пей, блядь, и не дури мозги и студиям, блядь. Класс, класс, пацаны, вообще даете. Скажи... Могу много, а бывает, если настроения нету, вот, например, и еще от бутылки могу упасть. Да. О, как. Вот такие вот два. Сколько за день зарабатываешь, если не секрет? 20, 30, 50 рублей? Ну, если не пить, если не пить, 35. 35 рублей в день, да? Да, еще. А куда деньги, если не пить? Маме отдай. Маме? Мама копит на что-то? За что? На фига ей копить. Это мы оставляем, чтобы, например, на черный день. Я, например, не пойду на вал, а пойду в магазин, на Билмаркет. Сажу, куплю, что мне надо. Принес. А что в основном покупаешь в Билмаркете? А? Что в основном в Билмаркете покупаешь? Сигареты и сладости. Сигареты и сладости. Сладости. Любишь? О, это все. Да. Мне дай хоть торт, нахуй. Все съешь. А так в основном, слушай, ну вся ж еда свала, правильно? Да. Еды хватает, правда? Хватает. Какие изысканные деликатесы доводилось кушать в жизни? Ну, просто. Краба ел? Конечно. Ел краба? Да. А кокосы? И кокосы. И кокосы ел? Да. Блин. А и черную икру? Ой, бля, ну про икру вообще лучше не говорить. Не любишь? Я уже не могу ее глядеть. Да что ты меня разводишь, что ли? Ну и красная рыба, блин, а все есть. Да? Все есть. Только что иногда бывает, что не попадаешь на хлеб, на батон. А, о, в чем дефицит. Да. Остальное все есть. Ну ты, Дженис, знаешь, конечно, ты вызываешь улыбку на лице. Позитивный ты такой добрый человек, персонаж. Красавчик вообще, патигар, у тебя фирменный. Какой-то фирменный, блядь, ломачий кусок. Я понял. Такие вопросы интересные. Слушай, хотелось бы уйти из леса, честно. Если сказать по чеснику. В квартиру. Ну, если получилось. Ну а вообще не хочется уйти? Уже привычка. На работу пойти работать куда-то. На работу. У тебя начальник будет, задание тебе давать. Я на работу сейчас устроиться не могу, почему? Почему? Потому что у меня сася. Какая? За пьянку. А ты думаешь, ты один такой? Ну откуда я знаю. А пить бросать тоже не хочется? Нет. Я иногда бываю три месяца не пью, четыре не пью. А когда был с гипцом, так вообще шесть не пью. Ну так это понятно, ты работать не мог с гипцом. За что пить-то? А зачем пить, нахуй? А как получилось, что ты с гипцом? Ай, с горы шел, получилась яма такая, блядь. Ну я не заметил красную, ну красно-белая полоса. Ногу вставил, так трезвый был. Да ладно. И вторую не успел вытянуть, и все, я осколочный прелом. Тетя Таня. Тетя Таня, вы у меня самая главная героиня. Я очень-очень хочу про вас снять интервью. Она зря ругается, правда? Ну на самом деле. Ну на меня на каждый раз ругается, потому что я пью. Понимаешь, вот нашлось бы, если бы заснять историю своей мамы Тетани, да? Я ее знаю очень много лет на самом деле. И даже моя мама ее знает очень много лет. Я думаю, что нашлись бы люди, даже она бы, если бы не хотела отсюда уходить. Вот какие-то волонтеры, которые бы приезжали ее, просто поддерживали. Зимой горячей едой, кто-то денежкой, одежды. Почему нет? Ну это же есть добро. Ну не хочешь ты уходить из леса, жить так? Ну это твое право. Да. Но ее по мере возможности, мне кажется, ее надо поддерживать. Она хороший, добрый человек. Я ее знаю очень много лет. Почему она так вот, ну, негативно к этому относится? Я потому что пью. Потому что это ей не нравится. Она может не выпить, а я пью. Ну это плохо. Ну ты еще молодой, правда? Ты, наверное, самый молодой тут в лесу. Почему? А, ну подожди. Ну самый молодой. А Долик. А Долик у меня молодой. А где он? Ну да. А где он? Он досидит. Ну так его же нету тут по факту. Он меня молодой. Ну и сейчас ты его здесь пьешь. А так получается я. Ты самый молодой. Да, да. Так вот хотелось больше из леса. Больше нет, у меня никого молодой. На завод работать пойти, хотелось бы. В квартире жить. Ну блин, это всегда так хотелось. Да? Ну. А чего ты? Ну блин, на меня не возьмут. А если помочь тебе? Пошел бы? Ушел бы из леса, бросил бы пить? Если тебе помочь? На работу я пошел. Да? А пить? Ну и пить бы не пил. А как это, блин? Давай я тебе помогу. Если на завод ты пойдешь работать, нахуй. А это, блин, а как это? С этим уже надо завязывать. Так на полном серьезе. Подумай. Посмотри, какое хорошее предложение. Какая тебе возможность сегодня выпадает? Рандомная встреча у нас с тобой, так? Чисто случайная. И вот тебе предложение. Помочь бросить пить. Вон, можно же и на ленту пойти работать. Куда хочешь. На ленту меня тоже нанимаешь. Да? Ну на завод. На завод еще, да. Ты же любишь работать? Конечно. Ну. А какой я, блин? Я только один ебашку, блин. Я не могу, блин, на всех. Помнишь, как тебе раньше, какое у тебя было? Я помню, когда я работал, погонял у тебя какое было. Какие вот, вспомнишь свои? Ну, Тайсон, вот и все. Тайсон, да. Тайсон, боксер. Ну, боксер Тайсон. Какой он боксер, блядь? Какой он, блядь? А помнишь, откуда прижилось? Это когда дубик увидел, когда я на лысо постригся. Ну, пухом земля, конечно, Игору. Это. Ну, я его батеньком называю, а он меня сынок называл. Это. И из-за этого получилось, когда на лысо я постригся, и все. И он у меня сразу... Тайсон. Тайсон. Тайсон и все. Тайсон. Так что, ты подумаешь о том, что вернуться в нормальную жизнь? Конечно. Наверное, сразу не получится, мы с тобой еще побеседуем не раз. Как считаешь? Ну, можно. Но все возможно. Уже как бы скоро 40. Полжизни за плечами. Я бы уже 39 дожить еще осталось. Так, это сегодня у нас 19. Сегодня 20. 20 уже. Да. В 6 дней. В 6 дней. Денис, ну, а с мамой поговоришь когда-нибудь, чтобы вот так с ней посидеть, побеседовать? Ну, поговорю. Подобрать все. Я же ничего плохого. Мы с тобой сколько разговариваем, я тебе плохого, ну, абсолютно ничего не пожелал. Ну, нет, так это понятно. Ну, все адекватно, правда? Ну, конечно, Витек, все в СБС. Четыре года на свалке. Четыре года жизни. А тут. На старом, с пятого класса, ты представь. С пятого? Ну, я никого. Здесь вот у нас остались считанные люди наши. Наши. А остальные все северные и прудичинские. Все пиздец. Чем тебе нравится в лесу и на свалке? А сколько наши закалочки? А? А? Чем тебе тут нравится? Блин, ну, уже все, привычка. Просто привычка. Не хочется нигде, никуда. Ну, вот, я пришел сейчас, буду отдыхать. Ну, то есть, поем горячего и все, и спать сразу. А что больше делать? Не знаю. Не, ну, посидеть можно там, ну, столиком в карту могу поиграть. А сколько в жизни прекрасного? Много чего. Только я этого не вижу. Горе, море, солнце. Ай, блин. И песок. Не хотел бы? Хотелось бы. С какой-нибудь красивой девочкой по пляжу пройтись? Ой, это было бы замечательно. Не, ну, сейчас, если реально, ничего я не могу. У меня умерла моя, все. Ничего не нет. Ну, время лечит. Ну, лечит. Ну, бля, как она будет лечить, нахуй? Просто я тогда так не пил, когда я с ней езжу. Готов кодироваться? Кодироваться? Никогда в жизни. О, как. А как ты хоть? Сам могу бросить. Сам можешь бросить? Конечно. Вот я с Васей очень много видео снимал про Васю, ты знаешь. Ну. Два года он мне про это говорил. Я сам могу бросить пить, я брошу. Его люди приезжали, мотивировали. И деньгами, и печку ему привозили. Ой, как только разговоры с ним, слушай, так и не бросил. Царство ему небесное. Ну, его и кидало, если честно. Ну, а ты отвечаешь за свои слова, что ты можешь бросить пить? Конечно. А что надо, чтобы тебя смотивировать, чтобы ты бросил пить? Мне главное, работа государственная. Больше мне ничего не надо. Да, то есть надо тебе помочь устроиться на работу, да? Да, еще. И ты не будешь пить? Не буду. Тать, Тань, вы слышали? Тать, Тань. Денис говорит, если мы ему поможем устроиться на работу, он бросит пить. Мама тебе не верит. Ну, вот так мама, да? Не, я реально... Товарищи соседи, вы ему верите? Нет. Ему нельзя верить? Нет. День, ну что такое? Как так? Все против тебя, ну? Ну, ты кай, блин, а говорят, что хотят, блин. Они просто не знают меня, реально. Давай я на следующей неделе приеду, в какой-нибудь рандом на один день. Если ты трезвый, я тебе помогу устроиться на работу. Не вопрос. Не, ну, 26-го я все равно, ну, например. А, то есть тут край. День рождения, блин. После 26-го я выберу какой-нибудь один любой день. После 27-го, ладно, еще отойти надо, так? И вот просто тебя приеду навестить. Ты 27-го бросаешь пить? Договорились? С 27-го это я уже буду на входнике. Ну все, вот с 27-го и начинаем бросать. Ну. Договор. Еще. Договор. Буду пить? Ага, буду я пить, блин. Ага. Мне есть и государственная работа. Просто ты, Наташа, не знаешь. А когда ты был на входнике на работе, объясни, припизжена этой. Я уже с 16-го года не работаю. Я вот работаю, так отсталка нах. Объясни, где ты работал? Последний раз, где я работал? Где? В волевачах. Ну. Ну, за лильку работал. Нет. На свалке, а ты там. Нет. А чего за лильку? Ага. За лильку. Ой, блин. Я был вообще на коровнике. На коровнике за лильку. Нет. Ай, где ты в пень, блин.